Всем привет, дорогие диванные туристы! Обзор отеля Limps Bonadea Beach Hotel И по традиции, что находится возле А возле отеля находится дорога Эта сторона, которая ведет в сторону Анталии А вот эта сторона ведет к центру Кемера Отель, кстати говоря, расположен на расстоянии одного километра до Белой башни Это самый-самый-самый центр Кемера Напротив отельчика вы видите больничку Туристическую конторку И пара магазинов Магазины, я скажу вам, так себе Ассортимент там есть В принципе, воду купить можно Но все там стоит очень дорого До центра Кемера и до Белой башни И, кстати, до центральной станции автобусов Ведет вот эта вот дорога Расстояние примерно километр-километр триста По ходу этой дороги много магазинов Таких, как, например, ЛЦ Вайкики Это брендовые турецкие товары, одежда Поэтому, в принципе, чем заняться вы найдете Дорога недолгая Проходит буквально минут за 10-15 Вот такие автобусы тоже едут по этой дороге возле отеля Машете ручкой, автобус останавливается Вы платите 12 турецких лир до Анталии И едете себе спокойно Так что расположено во дворике отеля Да, там есть очень-очень маленькая территория На которую мы тоже с вами сходим Значит, стоянка машин Кстати говоря, и аренда машин тут тоже расположена А также аренда вот таких вот маленьких электрических мотоцикликов В принципе, они двухместные Но втроем там тоже можно вполне себе ехать Стоит этот вид транспорта 5 долларов за 1 час Баталей хватает на 2 часа Ну что, пойдемте Внутрь Давайте посмотрим, что у нас внутри Слева находится рецепция Кстати говоря, все прекрасно говорят на русском языке Справа Находится комната, куда можно сдать багаж Это туалеты Прямо И комната встречи с гидом Сейчас я вам его покажу Также тут можно посидеть выпить кофе Также тут расположен доктор И тут можно хорошо очень посидеть Вечерком попить кофейку и отдохнуть Выходим из этой комнаты Здесь лифт И там тоже лифт Это, дорогие друзья, лестница на верхней этаже Где расположены номера Туда мы тоже пойдем Вот такая вот красота в вестибюле Поднявшись на свой этаж Можно немножко осмотреться Здесь не самый плохой И эта сторона отеля выходит на горы Есть два лифта Первый с этой стороны Второй вот там вот Как видите, номера по обе стороны Этой пропасти Всего тут получается где-то 5 этажей Ну что, хватит уже гулять Давайте уже заходить в номер быстрее Вот такие старомодные ключи Дверь, кстати, захлопывается автоматически Очень часто ключик остается внутри Ключик остается внутри Потому что он используется для работы электричества в номере Кстати, решается проблема Просто сняв этот ключик с этой пластмаски И пластмаску оставив Чтобы заряжался телефон Пластмаску можно оставить здесь Номер вообще совершенно самый стандартный Конечно же, со своими стандартными проблемами Которые характерны для Турции Конечно же, есть шкаф Где я уже давно все это дело Свои вещи свои развесил Ну, хватает вешалочек И есть дополнительное одеяло Целых две штуки Конечно же, есть сейф Но сейф платный 2 доллара в сутки Опять же, есть держалка для чемоданов И внизу очень удобная полочка для обуви Держалка для чемодана вроде должна быть 4 звездочки Вода Воду стали ставить последние пару дней Видимо, уборщицу За мой евро в сутки Который я ей оставлял Наверное, стала все-таки Жевать совести Она решила сделать мне что-то приятное Ну да, несколько дней Она эту воду не ставила Что касается Wi-Fi В отеле он, конечно, есть Но, ребят, паршивенький Видео можно смотреть Исключительно в разрешении 480p И то он умудряется подвисать Если мы ставим что-то более крутое То он работать категорически отказывается Или начинает страшно тормозить Есть стандартная плазма Насчет наличия каналов на русском языке Я понятия не имею Сейчас в реальном времени с вами посмотрим Есть там или нет Потому что я телек вообще не смотрю Да, конечно, как видите, первый канал Тут много этих каналов на русском Есть на турецком, конечно Но на русском языке, разумеется, каналы есть Это Турция, друзья Есть кондишка Кондишка работает Кондишка направлена в кое-то веки Не на кровать Ура! И зеркальце С освещением И одна розеточка Маловато будет? Ну да ладно Это, ребят, комплект Если у вас что-то порвалось Там, по идее, должны быть внутри ниточки-иголочки Сейчас откроем, посмотрим Да, это оно и есть Ну, за это плюсик Это очень нужная штука И в столе я нашел одну очень классную опцию Это холодильник, друзья В котором, кстати, изначально водичка и стояла Холодильник Это классно Люблю холодильники в отелях Это очень правильно Пожалуйста, ребята Ставьте холодильники в отелях Туристы будут вам благодарны Так, ну что Переходим, конечно же, к кроватям Кровати жесткие Но, как вы знаете, мне нравятся жесткие кровати Поэтому это для меня не минус А скорее плюс С одной стороны есть одна розетка и телефон С другой стороны есть только выключатель Розеточек нет Поэтому, как видите, розеток здесь мало Поэтому вы со своей парой Если будете тут не один Будете драться за право использовать эту розеточку Что касается чистоты белья Она отличная У меня вот че-че К чистоте претензий никаких нет Все эти дни, что я тут был Белье идеальное Да, пол потертый Да, конечно, это не новый отель Вот, как видите, все И, конечно, тут все тоже видно, что старое Деревяшки уже такие пожухлые Ну, там-сям все подкрашено, подмазано Ну, хорошо Пускай за номером следят Нам это только в плюс Ну что, пойдемте с вами Пойдемте с вами в туалет Так, вентиляция отдельно есть Отдельно есть свет Это очень хорошо Вентиляция, вытяжка Это хорошо Ну что, друзья Когда я только пришел Я обнаружил здесь волос Его тут быть было не должно За стеклянные стаканчики Отдельная благодарочка Фен Фен рабочий Рабочий фен, друзья Рабочий, ура В туалетной бумаге Большая гора И там, и здесь В этом тоже проблем нет Так, это мои причиндалы И это тоже мое Ну, вот второй стаканчик стеклянный Значит, что у нас тут У нас тут дополнительное мыло И шапочка для душа И пакет для гигиенических пакетов Ну что, мыло у нас есть Несмотря на наличие Специального дозатора с мылом Полотенца частенько забывают оставить Ну, сегодня, как видите Есть полотенечко для ног И целых два полотенчика для тела Опять же, в душе есть дозаторы Два, это шаур-гель Это душевой гель и шампунь Тело, в принципе, мыть ими идеально Есть душик сам И есть непосредственно Сама система И можно наполнить ванную Да, да, я знаю, что вы скажете Тут все уже очень старое Видна грязь, которую уже не чистили годами Ну, как бы, как есть На самом деле, это все ерунда Вот эти штуки тоже, как видите Тут все покрыто уже Каким-то Какими-то солями Что касается унитазика Он есть Он чистый Ёршик Хренас два Ёршик грязный Ну, ладно Ну, спасибо, хотя бы мусорник вынесли Ладно, не будем изучать Чем же таким испачкан ёршик А пойдем смотреть вид из окна В принципе, посмотреть там есть что Да и Огорчиться есть чему Сейчас все сами увидите Да, кондиционер работает только при закрытой двери Знайте это Ну что, выходим на балкон И давайте сразу послушаем интересный звук Это, мои дорогие друзья Вентиляционная установка Которая какого-то хрена Установлена прямо под окнами всех номеров Издает она ужасный звук Его слышно даже с закрытыми дверьми А еще, мои дорогие Очень хорошо Слышно вечерние концерты Рюмка водки на столе И остальные хиты Российского производства Звучат очень даже отчетливо Хоба Это, мои дорогие друзья Вид из окна в одну сторону Вот он такой Это гора Классно, красиво Ну и часть города мы видим Давайте смотреть другую сторону Другая сторона, наверное, вы уже видели Это частичный севью Неполный В этом отеле нет номеров с чистым севью Только вот так вот Проведем маленький эксперимент Я сел сейчас на креслице На балконе И вот что я сейчас увижу Это то, что я вижу из моих глаз Вот, в принципе, что В принципе, что-то там есть Море вижу Вижу? Вижу Это то, что я вижу Сев на другую сторону В принципе, тоже неплохо Поэтому можете Со своим любимым человеком сесть Ну или одному с книжкой сесть И посмотреть Этот прекрасный вид В общем, что по номеру Неважно, сколько денег вы дадите Номера все выходят на эту сторону И на ту сторону В принципе Один хрен Что здесь вид, что там вид будет В принципе, одинаковый И смысла доплачивать за какой-то там номер Ну, абсолютно нет никакого Сам номерной фонд достаточно старый Будьте, пожалуйста, к этому готовы Уборщицы частенько забывают Доложить полотенце Водичку С водичкой вообще непонятная ситуация Должны они ее докладывать каждый день Не должны Нигде Это не написано Всюду заметны остатки былой роскоши Когда-то этот отель был прекрасен Сейчас, ребятки, мы с вами спустимся вниз И посмотрим Что у нас внизу А внизу у нас главный ресторан И пара магазинов Пойдемте В этих магазинах цены В принципе, плюс-минус адекватны Кофточка женская Стоит 20 долларов Там же на первом этаже Расположен бильярд И хоккей или футбол Что там, футбол, по-моему А также бар Идемте дальше И слева у нас магазин Ларечек такой Причем, с совершенно адекватными ценами Вода стоит 3 лиры В принципе, то же самое, что и в городе практически Опять же Все самое нужное Тапочки, кораллочки И все такое Справа у нас Турецкая баня и спа Стоит, как тут написано, 25 долларов За вот такой вот набор Идемте дальше И давайте посмотрим Что у нас расположено здесь Кроме двух туалетов С правой стороны Слева у нас Зал обеденный К нему мы еще вернемся Я сюда приехал Да и отель работает По системе все включено Завтрак, обед и ужин Целый день Ну, практически за исключением Там каких-то часов Когда все эти стенды меняются И всю неделю, дорогие друзья Я сидел голодным Почему? Ужины Ахиллесова пита Этого отеля И у меня есть конкретные претензии Детского стола Соответственно нет И те мамочки Которых угораздило Залететь в этот отель С детьми Будут неприятно удивлены Мало того, что ночью От шума не поспать Так еще и дитё нормально Не накормить Кроме жареных сосисок И картошки фри Кстати, сосиски Они везде Два блюда из трех Будут именно с сосисками В разных проявлениях Как и помидоры Видели салатный бар? Большая часть Это помидоры В различных комбинациях Помидоры с салатом Помидоры с огурцом Просто помидоры Я бы вообще отель переименовал В помидор Бонадея Кстати, помидоры и огурцы Тут действительно вкусные И это единственное, что есть из свежего Ну, может быть еще лук с капустой Остальное Маринованная фигня из банок Кстати, про рынки Почему в турецком отеле Из фруктов только яблоки и дыни? Где те же гранаты, которыми завалены улицы? Где бананы цитрусовые? Справедливости ради добавлю Что утром жарят яичницу А вечером куриные ноги Из горячего только это и можно есть Остальное Мешанина из риса с макаронами И жирнющие баклажаны в масле Чай Кошмарный на вкус Сладкие соки из автомата За доллар Натуральный сок из граната За супы Отдельное спасибо Они неплохи Сладкий стол есть И там есть выбор В общем, вывод такой Голодным не останетесь Но придется набивать брюхо Без эстетического удовольствия Я никогда не был кишкоблудом И в принципе ел то, что давали И вы сами, если смотрели мои обзоры У меня никогда не было претензий И к тройкам И к простеньким отелям И ко всяким Таким мини-завтракам Типа круассан, салат Да и чай Насколько должно быть велико неуважение гостям Когда повар Вместо того, чтобы банально взять купленные на рынке Свежие овощи Которых, скорее всего, в изобилии в Турции Просто берет Открывает банку С маринованными продуктами И просто выливает это все в салатницу Свеклу жрать невозможно Она кислая Чечевицу жрать невозможно Она тоже кислая Почему нельзя ту самую свеклу Купить на рынке Или хотя бы в магазине Неконсервированную Окей, хорошо За суп с чечевицей Я был готов им все простить Но этот суп давали Только два раза за неделю Рисовая каша настолько сладкая Что я чуть печень не выплюнул Да, конечно, я могу предположить Что сейчас конец сезона И действительно Немножко повара сбавляют обороты К тому же у этого отеля Очень высокий рейтинг на Top Hotels Поэтому всякое возможно Окей, хорошо Если это так То тогда почему мы платим полную цену? Почему они не делают скидку За счет того, что стол сбавляет обороты? Всем плевать на облупившиеся стены Покрашенные 10 раз Всем не плевать на еду И когда вы это поймете У вас будут отличные отзывы Пока, извините Я считаю обеды Критичным фактором оценки этого отеля Ну ладно, хорошо, друзья Я закончил бомбить И можем делать обзор дальше Поехали смотреть спортзал Он тут заявлен Спортзал тут заявлен, дорогие друзья В концепции Когда я первый раз его видел Если вы смотрите остальные мои ролики Вы видели, что я быстренько убежал В другой спортзал Который находится на другой стороне Кемера Почему? Расскажу Мы сейчас с вами идем именно в спортзал И мы уже пришли Бум Это спортзал, ребятки Это спортзал Это спортзал Все Обзор спортзала закончен Да-да Он находится на улице И, кстати говоря Он находится рядом с мини-клубом Пожалуйста, мини-клуб есть Детей в отеле нет Мини-клуб есть Есть какая-то горка И есть Какие-то вроде Непонятные игрушки Деревянные Прибитые к полу Ладно, идемте к бассейну Бассейн представляет из себя Достаточно неплохое сооружение Большой Есть бассейн для детей Даже с горкой, как видите Вот такой вот прекрасный бассейн Сейчас попробую воду, конечно Куда же без этого Достаточно теплая Но она точно не подогревается Скорее всего, она теплая от погоды Ну и, конечно же Большой бассейн С глубиной Не, ребят, он не глубокий Он не глубокий Давайте попробуем Нет, он не подогревается И вода здесь Ну, она теплая Но она теплая опять же от жары Как видите Глубина его 150 метров с одной стороны И 120 метриков с другой стороны Есть горки По которым никто не скатывается Но я думаю, что они работают Потому что там нет никаких механизмов И чтобы с них скатиться Много ума не надо Ну что, продолжаем нашу маленькую экскурсию И видим здесь Маленький кальянный уголок Вот так он выглядит Там можно посидеть Заказать себе кальян Сейчас мы пройдемся немножко по ценам Ценочки Ценочки вот там 8 долларов Или 50 турецких лир И дальше После кальян-бара Расположен Еще один бар Где проходит также анимация Что касается аниматоров Я их не видел Только слышал поздним вечером В 11-10 вечера Когда тут происходит Полная волханалия Вот именно в этом месте Здесь, ребятки Здесь весь корень зла Полная волханалия происходит Очень громко И спать практически невозможно Конечно, можно закрыть дверь на балкон Но это не так уж сильно спасает Как видите Здесь можно вечерком тоже посидеть И посмотреть на это прекрасное море Опять же, вот так все это дело выглядит Море сегодня неспокойно И практически никто не купается Да даже, наверное, никто не купается А зато все Ловят рыбу Поэтому, друзья, наверное Не полезу туда сегодня Пляж, мои дорогие Галечный, каменистый И достаточно небольшой Если вы видите Это сейчас Тут был дождик И никого особо нету А так вообще тут народу огромное количество Какой вход в море Смотрите сами Каменистенький немножко Опять же, по большому счету К пляжу у меня претензий нет Да, неудобный каменистый Маленький И народу как селедок в бочке Но Это всем известно В Турции пляжи, в принципе, практически все такие Ну, исключая там Какие-то там Элитные пляжи Типа Клеопатра И В Марине там есть платный пляж Точнее, ну, платные там Лежаки Сам пляж, конечно, бесплатный Поэтому пляж, в принципе Стандартный Кемерский, турецкий К нему особо Претензий нет и быть не может Вот это, в принципе, весь отель и вся его территория Какие выводы можно сделать? Отель находится в достаточно удобном месте В центре Кемера До самого-самого центра Белой башни Один километр Это 15 минут ходьбы Номерной фон достаточно старый Но это особо проблем не вызывает Уборка неплохая Претензий по уборке у меня уж точно нет Рецепция хорошая Русские знают Английский, кстати, тоже Вид из номеров Частичный сивью Частичный вид на гору В принципе, вид хороший Вы его видели По мне, так неплохо Звукоизоляция никакущая Всю ночь жужжит вот эта вот штуковина От часиков до 11 вечера Оттуда доносятся звуки музыки И всяких караоке И пьяные крики И все такое прочее Спать, ребят, можно Но очень сложно Даже закрытая дверь Особо ситуация не решает Ситуацию с едой Я вам уже рассказал Записываем это В серьезный минус данного отеля Что мы в итоге получаем Достаточно средний Отельчик Со старым номерным фондом И с слабеньким питанием И с достаточно высокой ценой Цена была бы ниже Претензий было бы меньше Но если вы себя заявили Как четверку Достаточно высокого ценового сегмента Потому что есть отели И за 500 евро с носом Которые гораздо лучше И по состоянию И по питанию Так вот Если вы так высоко себя заявляете То пожалуйста Соответствуйте А пока Я данный отель Рекомендовать не могу Потому что я люблю своих подписчиков Да-да Именно тебя Мой дорогой диванный турист Поэтому Продолжай смотреть мои видео Там будет еще много Обзоров отелей И интересных мест И я тебе Расскажу всю правду Спасибо за просмотр И пока Субтитры сделал DimaTorzok